Приветствую вас, начнем, пожалуй, с вашего заголовка, значит, который называется депрессия, и нужно сказать, что депрессия это болезнь, заболевание, и данное заболевание лечится, то есть назначается лечение, в том числе и медикаментозное, в случае, если действительно подтверждается диагноз депрессии, ну и в том числе психотерапевтическое воздействие тоже обязательно. Исходя из этого, я хотел бы задать вам вопрос, откуда вы знаете, что у вас именно депрессия? У вас есть диагноз, как проявляется депрессия, кроме того, что вас ничего не радует. Должны быть еще симптомы. Депрессия, это первое. Второе. Значит, ну, во-первых, здесь мне бы хотелось обратить внимание на то, что у вас есть противоречия. Вы говорите, что никто из вашего круга общения не одобрит вас такой, ну, то есть депрессивный. А с другой стороны, вы пишите, что у вас нет друзей. Если у вас нет друзей, то кто тогда круг общения? И почему этот круг общения вас волнует? То есть, кто эти люди для вас, если не друзья? Дальше. Вы пишите, что депрессия у вас скрытая, скрытая, потому что никто из вашего круга не одобрит вас такой. Это означает, что вы, скорее всего, для этих людей, ну, никогда не были той, кто вы есть. То есть, вы для этих людей, по сути дела, никогда не были естественны, а всегда старались казаться, а не быть. И, исходя из этого, мне, соответственно, хочется задать вам еще один вопрос. Если для вас главное казаться, а не быть, то получается, что вы сами себя не принимаете до конца. И ваша депрессия связана с тем, что вы, не принимая себя, переживаете фрустрацию из-за того, что вы не такая, как друг ее. Дело здесь не в болезни, дело здесь не в инвалидности, дело здесь в том, как вы воспринимаете сами себя. Понимаете? И в этом плане, в этом плане, вы, на самом деле, ничем не отличаетесь от тех людей, которые, не имея инвалидности, и не имея болезни, но они все равно испытывают подобные чувства, что и вы. Здесь, в принципе, все одинаково. Соответственно, вы выбираете круг своего общения такой, чтобы люди принимали вас только так, как удобно им. То есть, у вас глубинная установка, я минус, вы все плюс. Данная установка складывается на ранних этапах детства, до 5 лет. Редко, когда, после, и, соответственно, если говорить о работе, то с этого момента и нужна работа. Методов здесь достаточно много. Начиная от возрастной регрессии, вот, и заканчивая автобиографическим методом. Дальше, вы пишете, что все, а, вы пишете, что круг общения не одобрят. Вот это ключевой момент. Видимо, вас волнует одобрение других. Видимо, вас волнует то, что о вас подумают другие. И вот здесь, конечно, складывается такое впечатление, что вы многие вещи в своей жизни делаете только для одобрения других. Может быть, и не все, но значительную часть. Что для вас одобрение других людей, особенно, если это не друзья? Как вы будете чувствовать себя, если вас не будут одобрять? Вот, вот, это является очень важным моментом, если мы хотим разобраться с тем, что с вами происходит. Ну, я не знаю, конечно, насчет советов, но думается мне, что люди дают такие советы, какие они могут. То есть, что у человека есть, какое у него есть средства, скажем так, вот, то он вам и, собственно говоря, дает. То есть, вы как бы не одобряете то, как люди попытаются помочь вам в преодолении ваших проблем, и вы вроде бы как не одобряете этого. Но, при этом, смотрите, вы же ввели в свой круг общения этих людей, вы приняли этих людей. Значит, вы принимаете и то, как они, вот, собственно, вам помогают. Тут лучше, как могут, но, тем не менее, помочь вам нужно себе самой. Ладно, расскажет мне, что есть люди, у которых нет ни рук, ни ног, чего тебе грустить-то, а еще лучше сказать, показываем, ой, портрет типичного неудачника, который хочет получить все на халяву. Ага, даже нас зовут Сакера, пользуем не от этого 0-0, поэтому я позитивный. Ну, здесь сразу хочется отметить, что вы не используете все шансы, которые у вас есть, то есть, на мой взгляд, вы здесь играете, ну, в такую игру, ну, я не знаю, может быть, может быть, вы играете не особенно в игру, вы играете в игру Дано, судя, ну, такую разновидность игры, то есть, вы заведомо уже отрицаете все, что вам предложат, либо настроены скептически, а это значит, что само состояние, в котором, ну, в котором вы находитесь, может быть, для вас выгодно чем-то, ну, вторичная выгода, так называемая, может иметь место быть, вот. Ага, я не знаю, какая, конечно, то есть, здесь момент такой, что нужно разбираться, но, тем не менее, тем не менее, вот здесь вам нужно обратить внимание на то, что вы получаете, какая вторичная выгода от того, что вы находитесь вот в таком состоянии, ну, вот в такой позиции, как бы, вот, подумайте, что это может быть, может быть, это позволяет вам не брать ответственность на себя, может быть, это позволяет вам считать всех, например, других людей, да, плохими, допустим, допустим, вот, может быть, что-то еще, может быть, вы таким образом жалеете себе, ну, то есть, преследуете цель жалеть себя. То есть, подумайте, пожалуйста, о выгоде, вторичной выгоде. Почему вторичную? Потому что, на первый взгляд, да, выгоды нет никакой. То есть, вот, если вас спросить, да, то, наверное, вы, ну, скажите, нет, вы что? Вы что? Ну, никакой выгоды нет. Какая может быть выгода от того, что вот эта ситуация такая происходит? Какая может быть выгода? Вот. Ну, если подумать, да, вот, просто подумать. Может быть, самой, может быть, психологом. Вот. Я полагаю, выгода найдется. Это то, что вы получаете. Это то, что вы позволяете себе в результате, в результате, в результате. Думать о людей, о людях, точнее. Думать о себе каким-то образом. Вот. Ну, особенно, если вот как в вашем случае, да, вполне возможно, что вам не хватало любви в детстве, да, или вы не чувствуете себя достаточно значимой. Вот. То есть, тут вот, тут вот такие достаточно важные моменты, которые, конечно, лучше было бы прояснить. То есть, выгода, вторичная выгода, она заключается в том, в таких, знаете, не совсем явных формах того, в чем вынуждаетесь. Вот. Ну, об этом я еще скажу. Так. Значит. Ну, то есть, вот, обратите внимание, да, на то, что вы отказываетесь от своей помощи и находитесь в достаточно скептической позиции по отношениях помощи других людей. То есть, люди как могут, так и помогают, но вы помощи не принимаете. Вот. Обратите внимание вот на этот момент. Депрессия, наверное, связана с тем, что меня ничего не радует. Ага, нет. На самом деле, депрессия не может быть связана с тем, что вас ничего не радует. То есть, что вас ничего не радует, это так называемый сценарий в жизни, он так и называется, без радости. То есть, когда человек ничего не делает для, ну, для себя. То есть, он ничего не делает для того, чтобы ему было хорошо, ему было радостно, собственно говоря. Да. То есть, человек о себе не заботится. Имеется в виду, как не заботится. То есть, вы, в принципе, можете сказать, да, что заботитесь о себе. Вот. Но это не та забота. Это необходимая помощь. А забота это что-то помимо. Помимо помощи. Необходимой. Понимаете? Вот. Вот это, скорее всего, то, что вы не делаете. Ну, опять же, возможно потому, что вам и так было оказано много такого вот специфического внимания. Вот. Обычно, обычно в подобных ситуациях люди преуменьшают значимость заботы, ну, о себе. Вот. То есть, забота о себе – это ориентация исключительно на свои потребности и желания. Забота о себе – это личные границы, это собственная безопасность. И это удовлетворенность. Вот. Причем, в реальном времени. Так. Вы пишите. У меня официально неизлечимое заболевание и вторая группа инвалидности. Из-за здоровья я вы... Так. Это отстой полный. Истивый. Ну, вот здесь сразу идёт непринятие своего состояния. Да? То есть, непринятие своей позиции. Непринятие своего положения. Как бы вам сказать. Так. Так. Вот. Знаете, это комплекс, да? Что я не такой, я не такая, как другие. Ага. Что я хуже. Что я, ну, что я выделяюсь, да? Что я негативно выделяюсь. Вот. Это ложное понятие. Ложное представление о себе. Скорее всего, сформированные вашими родителями, которые либо стыдились вас, либо высказывали неодобрение. Ну, вот. Значит, когда вы делали что-то, ну, неправильное, по их мнению, что-то плохое, что-то необычное. Вот. Либо это вследствие того, что вас сравнивали. Сравнивали с другими. Вот. Я думаю, что вам нужно, ну, может быть, это было и несколько вариантов, да? Вот. А я думаю, что это отсюда. И помимо необходимости работать над этим, да? То есть, ну, над изменением своего отношения к этому необходимо, чтобы вы в том числе еще и, значит, прочитали одну книжку, которая называется «Я умею прыгать через лужи» Алана Маршелла. Ее можно свободно достать с сети, почитать ее, и после этого это будет такая своего рода подготовка к работе над комплексами. Ну, можно, в принципе, можно, в принципе, и обсуждать саму книгу, если желание появится у вас. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, по комплексам я рекомендую почитать эту книгу. Так. Дальше. Дальше. Про непринятие себя я бы хотел сказать еще и то, что, ну, вам нужно сфокусировать свое внимание на то, что вы себя не принимаете. То есть, почему вы не принимаете, что именно вы не принимаете, какие установки мешают вам это принять, откуда они взялись из этой установки, что вам хочется и так далее. Дальше. Мой парень ко мне не ласков, он нигде не работает, уже два года живет на какие-то халтурке. Ну, вот здесь вы, на мой взгляд, склонны к описанию, вот, то, что делает мужчина, да, то есть, ну, то, что не работает, это детали, то есть, я этого не знаю, не знаю, почему не работает. Вот, но думаю, что с этим тоже можно разобраться при необходимости, но, что точно не является конструктивным, это то, что вы обесцениваете, то, что делает мужчина, да, то есть, если он живет на халтурке, значит, его это устраивает. Либо вы даете ему стимул для того, чтобы, ну, чтобы его перестало устраивать, это. Либо вы принимаете его позицию просто, вот, и, собственно, просто имейте в виду, что вот он у вас в покое. Что касается того, что он не ласков, здесь моменты следующие. Во-первых, с каких пор человек не ласков к вам? С каких пор, в результате чего, да, это первое. Второе, значит, как вы к этому отнеслись, когда это только началось, вы же понимаете, что приняли данную историю, то есть, вы сейчас говорите по факту, да, то есть, ну, просто, вот, именно уже как о свершившемся факте вы говорите о том, что он не ласков. То есть, вы это приняли. Вопрос в том, для чего, какой был стимул принят. Дальше. Для чего вам, чтобы мужчина был ласков с вами? То есть, что конкретно вы получаете или хотите получить от его ласковости? То есть, у вас нет ни слова, ни слова про любви, ни его любви, ни вашей любви, вот. А ласковость, это, ну, это вполне может быть связано что-то с родительским отношением. Что-то я, конечно, не знаю, но вполне может быть. И если вы в своём молодом человеке видите родителя, то ничего нет удивительного, что он к вам не ласков, потому что родителям он быть не хочет. Ну, здесь тоже нужно разбираться. Короче, для чего вам ласков... Ласковость, с его стороны, это очень важный момент. Потому что вы нуждаетесь не в самой ласковости, как правило. Человек нуждает не в самой ласковости, вот. А в чём-то другом. В чём-то другом. Например, в любви. Например, во внимании, в значимости. Да? Вот. И здесь вы как-бы зависимы от него, получается. Может быть, именно поэтому вы и терпите вот такое отношение к себе. Так. Дальше. При всём при этом, я поступил в учебное заведение, чтобы получить образование, о котором ты в жизни читал. Ну, что-то вы поступили в учебное заведение, чтобы получить образование. Вы молодец, безусловно. Вот. Только вот, а если вы мечтали об этом, да, то с мечтой тоже нужно поработать. То есть, одно дело, если вы, например, теперь об этом не мечтаете. Да? То есть, ну, допустим, поменялись ваши взгляды, поменялись ваши вкусы, поменялись ваши ценности. Вот. И так далее. Может быть. Может быть. Может быть. Я не знаю. Вот. Это одно дело. Может быть, другая ситуация, когда вы потеряли веру в то, что… значит, ну, то, что можете реализовать свою мечту. Да? Вот. Ну и, наконец, последнее, что может быть, это то, что вы, по сути, делали. Просто потеряли мечту, ну, потому что вы ее, вот, скоро достигнете, вы достигнете своей мечты, вы получите образование. Вот. Возможно, пойдете работать, и мечты больше не будет. А мечтать о чем-то нужно. А больше вы ни о чем не мечтаете. Или новых, ну, новые, новые мечты у вас не появились. И это страшно. И организм так, ну, ваша психика таким образом защищается. То есть, она как бы, ну, как бы говорит, я не буду делать то, о чем мечтала, да, чтобы сохранить мечту. Вот. Это вполне может быть ваша история. Ну, по крайней мере, я такие случаи знаю. Вот. Тут тоже нужно разбираться. Дальше, значит. Вы пишите, теперь мне кажется, что это вообще не мое. По каким критериям вы это определили? Заставляют себя ездить на учебу и, да, застало прогуливать. Ну, вот здесь есть механизм избегания, да. То есть, даже если это не ваша, то все равно, как бы, ну, учиться нужно. Особенно, если вы на платный, ну, на платный факультет, да. То есть, ну, не на бюджетный, а на платный пошли. Ну, вот, учиться все равно нужно, а вы прогуливаетесь. Значит, здесь есть что-то более глубокое, да. То есть, вы прогуливаетесь до того, что вам именно неприятно находиться там. Вот, соответственно, нужно выяснить, что именно неприятно. Что именно вызывает неприятно. А так случилось, пишите вы, что друзей у меня нет. Ну, здесь вы, по-видимому, просто уже перечисляете те моменты, которые вас просто не устраивают, да. Так случилось, что друзей у меня нет, пишите вы. И показывать, что он не готовый брать ответственность на себя, на самом деле. Потому что не так случилось, а я. Я выстраивал отношения с людьми так, что у меня не осталось друзей. Вот. Что вы делали для того, чтобы у вас были друзья? Что в вашем понимании дружба? Не идеализируете ли вы ее, эту самую дружбу? Может быть, в вашем окружении есть люди, которые, ну, могли бы стать для вас друзьями, но вы их не принимаете. Почему? Ну, я так полагаю, что вполне вероятно, есть те, кто не нравится вам. Да? Да? Значит. И эти люди к вам тянутся, но они вам не интересны. А есть те, кто интересен вам. Но эти люди не интересуются вами. Вот. Вот. Это такое подвеченное состояние. Вот. И вам здесь нужно просто корректировать свое поведение. Для того, чтобы, с одной стороны, принимать людей любых, абсолютно всех. Вот. С другой стороны, чтобы снизить свою мотивацию быть теми, кто вам нравится. То есть, ну, за счет переноса внимания на немножко другой аспект. Вот. Вот. И таким образом вы смогли бы, ну, выровнять свое социальное окружение. Так. Дальше. С работой есть свой бизнес, которым вот уже месяц как бы не хочется заниматься. По какой причине? То есть, ну, вы же понимаете, что если нужно, то вы берете и занимаетесь. Если вам не хочется, значит, есть либо блог, который запрещает вам это делать. Либо какие-то другие желания появились. Деньги заканчиваются, но даже это меня не мотивирует. Но я полагаю, что у вас есть представление о том, как вы будете жить, когда кончатся деньги. То есть, может быть, вы себя хотите ввести в такое состояние, чтобы показать всем, какая вы действительно несчастна, потому что вас не принимают, вас не слышат. Вот. И особенно это актуально, если в детстве на вас обращали внимание только когда вы болели. Вы пишите, ничего из того, что я создал свою жизнь, меня не радует. А что именно вы создали свою жизнь и для чего, собственно, создавали? С какой целью, почему то, что вы создали, должны вас радовать? Это продукт ваш и сам его факт либо радует вас, либо нет, но он не должен вас радовать. То есть, это получается, что люди создают что-то для того, чтобы испытывать радость от произведения. Это не творчество. Выброс из депрессии через какие-то простые методики, типа заняться в спорте, пить апельсиновый сок, смотреть комедии. Все это временный эффект. Ну, как я уже сказал, депрессию нужно диагностировать. Вот. Потому что это болезнь. Вот. И только тогда уже можно говорить о том, что она у вас имеет место быть. А пока что можно говорить о депрессивном состоянии. Депрессивное состояние – это подавление. Это социальное подавление, ну, само себя, с вашей стороны. То есть, вы подавляете себя, подавляете свои желания, подавляете свои потребности, подавляете свои чувства, возможно. Потому что либо не считаете это достойным, либо, либо боитесь отказа, боитесь, значит, реакции, боитесь того, что вас высмеет и так далее. То есть, есть некий элемент социального давления. Все это – депрессия, подавление. Другой взгляд на депрессию, подавляет себя то, что в основе депрессивного состояния лежит негативная установка. Ну, ваша, ваша негативная установка, которую нужно найти и поменять. То есть, именно поменять. Не просто убрать, а поменять. Потому что, грубо говоря, вам, она – это самая негативная установка. Для чего-то нужна, опять-таки. То есть, у этого есть свои причины. Причины вы, конечно, не знаете. Вот. Соответственно, последнее, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это на то, что вы не задаете свой вопрос. То есть, ну, нет никакого вопроса у вас, нету запроса к психологам, да. То есть, вы говорите, что я не знаю, как выбраться из депрессии, но ведь это, в общем-то, и нормально, что вы не знаете, как выбраться из депрессии, потому что вы сами себе не поможете. Вот. Чего хотите-то от психологов? Чего хотите вообще? Что поменять хотите? Вот начните для себя именно с этого вопроса, и дальше уже, в принципе, будет ситуация более-менее ясна для вас. Хотя бы в том контексте, что вы будете делать, на что вы будете направлять свою энергию. Либо вы обратитесь к врачу, либо вы проработаете с психологом для того, чтобы, ну, для того, чтобы выяснить, выяснить, реально ли у вас депрессия или это все-таки депрессивное состояние. Решать вам. Ну, хочу, чтобы вы поняли, что ваш текст – это первый шаг, и первый шаг на пути к полному освобождению от всего того, что вас беспокоит. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok